И мы начинаем. И я хочу представить вам совершенно замечательных коллег. И начнем мы в порядке того, как они будут нам выступать, помогать вести нашу дискуссию. Леана Линцеровна. Добрый день. Добрый день. Психолог. Больше 15 лет стажа по профессии. Огромный опыт в стоматологии и эстетической медицине и директор частной клиники. Алексей Гребнев. Очень популярный человек на нашем рынке. Врач. 19 лет в медицинском бьюти-бизнесе. Специалист в области консалтинга. И я думаю, что он нам поможет своим опытом и ответит на какие-то вопросы, которые касаются, как реструктурировать бизнес. И Илья Юрьевич Фридман, совершенно знаменитый человек, больше 25 лет стажа, преподаватель, известный тренер, авторизованный самыми лучшими компаниями на свете. И, что важно, основатель школы медицины и управления доктора Фридмана, клуба эффективных менеджеров и даже СИАРО Медицинского союза. Я задержалась с водной, но я думаю, что мы будем говорить коротко, ёмко, понятно. И самое главное, мы всегда можем повторить нашу дискуссию. И первый вопрос у меня к Ляне Линцеровне по поводу того, что на рынке много разных типов клиник существует. Узкопрофильные, стоматологические, гинекологические, большие, маленькие, комбинированные, многопрофильные и крупные сети. И всё время что-то происходит. И вот альянс или изоляция в своих каких-то векторах развития. Скажите, пожалуйста, готов ли мы поговорить на эту тему? Как нам в этом мире находить коллаборацию и синергизм? Прекрасный вопрос. Ещё раз приветствую коллеги и хотела сразу сказать спасибо за то, что вообще есть такая возможность обсудить вопросы, которые крайне редко, на самом деле, выносятся и обсуждаются. Что касается синергии, коллаборации или наоборот изоляции, сразу скажу, нет однозначного ответа. Потому что рынок наш, особенно частной медицины на сегодняшний день, до сих пор ещё в стадии формирования. Единственное, что я могу сказать 100%, это то, что ещё лет 5 это будет происходить. Будет происходить реструктуризация, перестройка этого бизнеса. И будут чётко выделяться два направления. Узкоспециализированные, те клиники, которые могут предоставлять уникальный продукт и развивать этот уникальный продукт. И многопрофильные, то есть, точнее, скажем так, мультидисциплинарные, это правильнее было бы назвать. То есть, те, которые могут со временем обеспечить, скажем так, полное провайдерство и курирование пациента для того, чтобы на едином уровне взаимодействовать с специалистами разных областей медицинских, работая над задачей поддержания здоровья пациента. Но это всё-таки далёкое будущее. На сегодняшний день пока длинная доля рынка частной медицины – это всё-таки небольшие клиники. Если особенно мы берём с вами нашу специализацию, стоматологию и эстетическую медицину. С чем это связано? Связано это, разумеется, в первую очередь, с особенностью именно нашей медицинской помощи в области стоматологии и эстетической медицины. Она привязана к персоне. В данном случае к персоне доктора, то есть человека, который эту услугу, хотя я не люблю это слово, оказывает. На сегодняшний день специалистов, гуру, которые знают всё, начиная от молекулярной биологии, заканчивая психологией, практически нет, наверное. Невозможно быть таким сверхчеловеком, хотя попытки есть. Поэтому и строятся клиники, сначала начинают с узкой специализации, потом, когда начинают развиваться, то думающий доктор задаёт себе вопрос, всё ли я сделал для своего пациента. Честно отвечает, что не всё, потому что он не способен объять необъятное, и начинает обрастать с нежными специальностями, либо сам, либо привлекая коллег. По этому принципу в основном идёт формирование, если посмотреть на развитие очень интересных, успешных действительных линий, то они прирастают. Косметология начинает открывать стоматологию, стоматология начинает выбирать косметологию, а где-то появляются эндокринологи, гинекологи, гастроэнтерологи, иммунологи, диетологи. И это всё начинает обрастать. А в принципе это неплохо, то есть это от частного к общему идёт развитие. И оно логично, исходя из тех условий, в которых вообще родилась частная медицина. Но моя золотая мечта, голубая или как её можно назвать, всё-таки, чтобы шла от общего к частному, для того, чтобы была понятная концепция пациента и нужд пациента. Исходя из этого, формировался бы продукт в виде клиники, в виде некой коллаборации специалистов для удовлетворения нужд пациента. А как можно, я перебью на секунду, а как можно организовать вот этот процесс в клинике от общего к частному? Например, начиная хотя бы с таких мероприятий, как наше. Потому что это надо начинать обсуждать. Эта идея должна быть сформирована в обществе, она должна в умах людей, которые занимаются инвестированием в медицинский бизнес, очень хорошо устояться, сформироваться и сформулироваться. И тогда люди, которые... Дело в том, что понятно, что такого рода мероприятия, они очень затратные. И инвестиции в такого рода предприятия, они очень долгосрочные. И на это могут идти только институциональные инвесторы. Частный инвестор, который открывает клинику здесь и сейчас, предполагает максимум в течение трех лет получить, вернуть затраченные средства, получить прибыль. И учитывая экономическую историю нашей страны за последние 20 лет, 3 года это еще достаточно длинный лап, потому что прогнозировать очень сложно. И это, собственно, в том числе и определяет, почему у нас такое количество мелких клиник, специализирующихся на узкой направленности, не решающих прыгнуть вот в это открытое море-океана. Поэтому в первую очередь это наверняка должен быть, опять же, из узкой прослойки опытных, в данном случае, управленцев и врачей, которые в какой-то момент приходят к мысли, что то количество знаний, которые они приобрели, должно перейти в некое иное качество. А как вы считаете, вот сейчас мы попросим у других добавить кое-что, но все-таки еще один вопрос к вам. А как вы считаете, в чем именно специфика медицинского бизнеса? Вот не медицина, как медицина. Часто повторяю, и сейчас тоже, все равно повторю, ничего нового я не придумаю. Особенность медицинского бизнеса заключается в том, что в нем очень велика нематериальная составляющая. А что это такое? А что такое нематериальная составляющая? Это знания, которые очень сложно посчитать. Это то, что называется клиническим мышлением. Это то, что называется опытом. Это то, что называется, знаете, когда на кончике языка или на кончике пальцев есть некое понимание, которое можно, конечно, описать, но это надо заниматься специальными практиками. Некоторые называют это войти в поток и прочее, прочее. Я как бы стараюсь такого рода термина не использовать, но смысл заключается в том, что крайне важны две, да, ну, их больше, но вот два столпа – это инструментальная подготовка, то есть гениальный доктор без возможности диагностировать ничего не сможет сделать. Термина только интуиция сработает. И наоборот, потрясающее оборудование, если не уметь им правильно пользоваться и правильно применять эти знания, точно так же может просто превратиться в предмет мебели. В этом-то и есть особенность медицинского бизнеса. Вот это та самая нематериальная составляющая синергии знаний, опыта, инструментария, при этом пропорционально гармоничного сочетания. Если посмотреть на успешные бизнес-проекты медицинские, то все они именно отвечают этому требованию. Там есть это сочетание. Там один плюс один равняется даже не три, а пять. Критериев только, к сожалению, не так много. Ой. Да. Илья, Алексей, могли бы вы что-нибудь добавить к этому? Илья, тебе слово. У Ильи звук отключу. Включаю звук. Да, во-первых, доброе утро в свою очередь. Я хочу сказать о своей признательности за приглашение к этой дискуссии. Все мы знаем, что это очередная дискуссия, и мы говорим об этом из разу в раз. Но каждый раз появляются какие-то новые соображения, новые мысли, которые отчасти помогают проанализировать, правильно ли мы думали до сих пор. А с другой стороны, не всегда этот анализ и нужен, потому что бизнес-то развивается. Мы знаем, большинство из нас это делают, как сейчас вот Ильяна сказала, я хочу дополнить эмпирическим путем. Несмотря на то, что все прекрасно знаем, что есть четкие законы, по которым надо развиваться, бытовуха заставляет делать все по своим авторским сценариям, которые часто ничего общего с рациональным-то ведением дел и не имеют. Так вот, я в унисон с Лианой хочу сказать, что я абсолютно согласен с тем, что из тех двух моделей, которые сегодня существуют, идти по первому сценарию, когда есть уникальные продукты, это узкопрофильные клиники, которые часто ассоциируются с личностью какого-то врача, но иногда максимум с очень камерной командой. Клиника специализируется на чем-то одном своем. И когда речь идет о том, что второй сценарий – это многопрофильные медицинские центры, объединенные по своим потребностям, имеется в виду клиники замкнутого цикла, чтобы пациенту не нужно было за сочетанными манипуляциями куда-то направляться в другое место, Я считаю, что будущее за вторым вариантом. И это не связано с экономическим смыслом, на мой взгляд. Это связано с качествами тех, кто работает. Качество наших коллег. Большинство людей – это люди ведомые, это не люди лидеры, это не люди организаторы, это не люди, которые готовы стать во главе своей клиники. Я это знаю наверняка. Большая часть людей не хотят менять свой статус наемных работников на статус руководителей. Это одна из очень глобальных проблем. То есть то самое правило порядок, когда минимальное количество людей ведут за собой остальных. Так вот, я считаю, что будущее, именно основываясь на этом смысле, оно все-таки за большими клиниками, где командная работа превратится не во что-то формальное, а реально в слаженную, конструктивную, преемственную медицинскую деятельность, где будут прописаны единые СОПы, единые алгоритмы работы. Я бы развивал именно это, если мы говорим о будущем. А проблемы, о которых говорит Леана, я унесу полностью согласие. Алексей. Приветствую всех, друзья. На самом деле, тему, которую сегодня затронули, она основная. И когда меня попросили поставить каких-то два слова перед своим именем, фамилией, то есть первое, что пришло, это управление качеством. Во-первых, мы про управление сегодня говорим, второе, мы говорим про то качество, которое мы хотим достигнуть. Чаще всего мы путаем управление с управлениями сотрудниками. Я считаю, что сотрудниками управлять нельзя. Ну вот от слова совсем нельзя. Можно управлять взаимодействием между ними. И сегодня в нашей индустрии стоматологии, эстетической медицины, во всей частной крупной происходит именно то, что мы управляем теми изменениями, которые между нами формируются. Мы собираемся для обсуждения вопросов на одной площадке. То есть лет 5-7 назад, когда у стоматологов был свой крупный выставочный мероприятие, и они не посещали эстетику, у нас были свои мероприятия, на которые мы выходили большими стендами. Правильно, Инна Сергеевна? Да. То есть мы тоже не готовы были объединяться. Я считаю, что мы те первые торгующие компании, которые приходят к альянсу и свободно собираются на одних больших площадках. Появляются саморегулируемые организации, которые объединяют медицинские центры. То есть формально каждое юридическое лицо отдельно, но идея у них общее развитие. Факт, то, что мы сегодня говорим, мы говорим про что-то, про бизнес, про технологии, про age, можно так сказать. Так вот, объединяет нас тот клинический результат, который мы хотим достигнуть. Я считаю именно так, то качество. Поэтому чем выше качество у той или другой партии, можно так сказать, политической или не политической, тем больше там будет участников. У нас есть политика стоматологии, политика гинекологии, политика эстетической медицины. Давайте будем вне политики, пусть будет общая политика. Классный результат. Отлично, спасибо. А теперь я бы, знаете, на чем хотела акцентировать ваше внимание? Ведь ключевая фигура в том, чтобы добиться нужного результата, это все-таки врач. Вот каким он должен быть? Как он должен учиться? Как его надо развивать? Как он должен сам развиваться? Какие стадии в ходе своего развития он проходит? Илья, поговорим на эту тему? Давайте. Конечно, поговорим. Я буду сейчас исключительно своим пониманием делиться. Мое понимание было в свое время важным, потому что то дело, на котором я сконцентрировался последние годы, оно и как раз и связано с наставничеством. Почему? Потому что именно наставничество, в отличие от всех прочих форм обучения, я выбрал как единственное, для себя выбрал, для всех своих последователей, как единственный эффективный. Тут надо немножко будет, видимо, разобрать то, что такое наставничество, но начать я бы хотел немножко не с этого, а с того, что настоящим врачом может быть исключительно тот врач, который сам лично внутри себя заинтересован в обучении. Причем в постоянном. И цепочка развития событий, формирования и вообще понимания внутри себя у каждого врача, а я вообще хочу учиться, мне это вообще надо, она для меня происходила таким образом. Начал анализировать. Мы все выходим из институтов, заканчиваем институты примерно в одинаковой степени некомпетентности. Некомпетентность эта, она связана не с недостатком теоретических знаний, хотя и это оставляет желать много лучшего. Она связана с полным практически отсутствием практических навыков. Именно умений доктора и умения эти не всегда касаются профессионализма, профессионального, извините за тавтологию, то есть определяемого специалитета. Я имею в виду, что врач, абсолютно окончивший институт, не умеет общаться ни с коллегами, ни с, еще хуже, ни с пациентурой. И первые годы становления врача, вот это то, к чему я все говорю, они больше нужны молодому специалисту именно во владении коммуникациями, коммуникативными специалитетами, возможностями. Потому что это в первую очередь дает возможность врачу дальше развиваться в профессии. То есть первое, что начинает куражить нормального врача, должно начинать куражить нормального врача, это способность влиять на людей. А это и есть коммуникация. Потому что любой врач, я абсолютно в этом уверен, это очень влиятельный человек. Копни каждого из нас, у каждого из нас есть свой клуб пациентов, так я это называю, в котором каждый из нас царь и бог. Мы выходим в профессиональное сообщество, начинаем говорить друг друга, понимаем, что кто-то умнее нас. И вот тут вторая лакмусовая бумажка. А ты внутри себя понимаешь, что ты уступаешь более грамотным коллегам, ты вообще видишь, что ты не самый грамотный. Это несмотря на то, что ты возвращаешься в клинику и опять весь на цирлах, и опять тебе поют дифирамбы твои пациенты, которым временно хорошо и так дальше. И вот это момент истин. К чему я все это рассказываю? Любой врач должен руководствоваться своим внутренним посылом. Я хочу учиться или я не хочу учиться? Мне это нужно для дальнейшего усиления степени своей влиятельности, степени своей экспертности или нет? Вы знаете, что опросы, ну по крайней мере камерные, вот среди своих учеников, последователей, которые я и мои коллеги проводим, выясняется, что не всем людям это искренне нужно. Некоторые учатся, потому что их направляют. Некоторые учатся только для того, чтобы иметь возможность работать в том или ином учебном заведении. Некоторые учатся по формальному признаку, потому что им нужно продлевать свою аккредитацию. И только единицы учатся искренне, для себя, для того, чтобы повышать то, о чем я говорил. Так вот, в результате всего этого я для себя вывел на сегодняшний день идеальную форму обучения врачей. Это наставничество. Теперь то, что я вижу в том, что такое наставничество, не то, как об этом в Википедии пишут, и доктор Гугл нам это трактует, а наставничество. По моей версии, быть наставником – это передавать свой образ жизни во всем, не только во врачевании. Потому что я абсолютно уверен, что врач – это не человек, который исполняет какие-то танцы с бубнами с 8 до 2 и с 2 до 8. Врач – это 24 на 7. И я считаю, что наставник со своей паствой и должен общаться 24 на 7. Они должны перенимать и образ жизни наставника, и его приоритеты, и способности общаться с людьми, и то, как он живет. Только это делает ученика способным превысить, извините, неправильно, стать лучше, чем его наставник. Так вот, критерий качественного наставничества заключается в том, что каждый ученик, если это настоящий ученик у настоящего наставника, должен быть лучше наставника. Это критерий учения. То есть учитель первого класса, он не становится хуже для тех десятиклассников, которые когда-то были первоклассниками, многие из которых уже по своим способностям всяким и умственным, и физическим превосходят своего первого учителя, но он не остается, не становится для них менее значимым человеком. Поэтому вот этот пример, он и есть для меня самый такой показательный с точки зрения того, где с годами наставника, где его ученики. Наставник всегда в тени, но он всегда есть рядом со своим последователем. Он ему передал все лучшее, благодаря чему ученик стал лучше своего наставника. Вот это моя такая исповедь. Значит ли это, что если начинающий доктор хочет быстро и в разумные сроки стать профессионалом или зрелым доктором? Я вот спрашивала вчера Ирину Эдуардовну и Ислану Леоновну Жабоеву, как вы считаете, через сколько лет врач становится зрелым врачом? Ирина Эдуардовна сказала, в хирургии 7-10 лет. Ислана Леоновна сказала, в косметологии 5-7 лет. Вот вы как думаете в стоматологии? Да, я с коллегами полностью согласен. Подчеркну только, что я не имел в виду именно овладение мануальными навыками, то есть только ремесло. Для врача стать хорошим ремесленником, то есть исполнителем, это не врач. Это очень суперский исполнитель. Специалист. Что вы говорите? Специалист. Специалист, это не тот, миссия врача не в том, чтобы хорошо сделать, вот сию минуту. Это составная часть лишь. Это, по моему убеждению, это недостаточно для того, чтобы быть врачом. Врач – это тот, кто ведет своих пациентов. Врач – это тот, кто может предвосхитить результат. Не сказать, ну, я не знаю, а точно пообещать. Пациенты к нам приходят за исполнением своих обещаний. Врач-мануалист – это 50% успеха врачевания. Все остальное врачевание, оно в эмпатической области, не в механической. Мы с вами, я думаю, все очень хорошо это знаем. Так вот, на сегодняшний день я анализирую основную проблему медицины на этот счет в том, что у нас исполнителей и замечательных рукастых докторов и знающих, как и что надо делать, очень много. А людей, которые с удовольствием и также профессионально коммуницируют со своей пациентурой, намного меньше. Так вот, именно то, чего не хватает нам всем, я специально говорю нам всем, потому что я тоже не всегда пайника со своими пациентами, это как можно больше человеченки, как можно больше социальных навыков, как можно больше точек контактов с пациентурой не только на рабочем месте. То есть, врачевание настоящее, это все, я думаю, подразумевает. Ну вот, как-то так. Обсудим еще эту тему? Конечно, Лиана хочет сказать, что ты что-то записал. Я не хочу добавить, потому что, откровенно говоря, это, наверное, основное, что меня больше всего заботит в медицине, это личность врача, ну и личность медицинского работника, давайте назовем это шире. Я даже немножко поспорю с Ильей по поводу обучения, потому что, да, много докторов учится по формальным каким-то причинам, но дело в том, что среди тех, кто искренне и очень, я бы даже сказала, оголтело занимается обучением, тоже все-таки есть разница. А большинство из них в какой-то момент занимаются обучением ради обучения, ради некого обретения еще больших навыков и еще большего мастерства, вот так самого ремесленного. В первую очередь, все-таки правильный мотив для обучения – это возможность иметь больше инструментов для помощи своему пациенту. И вот этот мотив должен быть главенствующим в деятельности образовательной и обучающей. Что еще, на мой взгляд, крайне важно, то, что сейчас является самым слабым звеном, я бы даже сказала, это просто полностью пропущенный этап в образовании докторов, это все, что связано, опять же, не с ремеслом, а с мастерством. Пока говорил Илья, мне тут пришла в голову аналогия. Такой инструмент, как скрипка, известен человечеству несколько сотен лет, даже больше, потому что я как-то в Венеции на выставке видела прототипы, им лет 500, 600, 700. А понятно, что скрипки изготовляли все эти 500-600 лет разные мастера, мастерские и так далее. Но мы с вами знаем только Гварнери и Страдивари. Потому что остальные были ремесленниками, а эти вкладывали душу. И вот хороший доктор – это тот, который, во-первых, имеет очень мощную, широкую и энергетически хорошо заряженную душу, будем называть это так, хотя я психолог, не должна такие вещи говорить, и умение ей правильно распоряжаться. А если говорить более такими правильными вещами игры, то компетенции, которые крайне для доктора, неважно, он только выжил из института, или он уже 10 лет набрался опыта, это такая вещь, как, например, критическое мышление, такая вещь, как умение комплексно оценить ситуацию, такой навык, как способность к прогнозированию, к проработке альтернативных вариантов течения и лечения, к способности быстро переключаться, если твой прогноз не сработал, способность отзеркаливать иногда то, что происходит с пациентом, и подстраиваться под его ритм для того, чтобы, скажем так, образно говоря, немножечко сманипулировать и сориентировать его в правильный рост на лечение, потому что мы сами прекрасно знаем, что в успехе кубового лечения это всё-таки тандем между врачом и пациентом. Очень напоминает концепцию доктора Буткина, да? Не читала, но посмотрю. Дело в том, что мне вообще кажется, что многие вещи, они настолько очевидны, что повторяются в любой области. А что касается наставничества, я обеими руками за. Я считаю, что это один из самых правильных способов или методов повышения или доведения до необходимой квалификации любого выпускника института. Но было бы очень хорошо, если бы эта технология уже внедрялась бы, когда они учатся. Потому что они бы тогда не теряли много времени на переучивание. И если этого, естественно, пока мы не можем, давайте будем реалистами, то в умах выпускников, да, собственно, и не только их, идея найти наставника и какое-то время быть к нему прикреплённым для того, чтобы, и я абсолютно прав, в какой-то степени не то, что скопировать, а сформировать собственные взгляды на профессию под влиянием взглядов, принципов, подходов своего наставника, да, это обязательно. Это, по большому счету, залог успеха. Я добавлю, что у меня этот вид взаимодействия с последователями абсолютно ассоциируется с тем, как испокон веков этим мастерством овладевают творческие люди, артисты, режиссёры. Класс такого-то, класс такого-то, школа такого-то. Это ведь совершенно эффективно. Конечно, школа Фридмана даже существует. Мы сейчас не про школу Фридмана. Я сейчас, например, про класс Грымова, курс Табакова светлой памяти. То есть это имены. За каждой этой фамилией стоит исключительно институт наставничества. Это явление. И это явление не просто узаконено, оно является единственным работающим. Так вот, понятно, что врачей необходимо намного больше, чем одарённых артистов. Но то, что врач должен быть одарённым человеком, а одарённым человеком должен быть только одухотворённый человек, ну это 100%. Моё кредо, что врач не может быть просто исполнителем. Вот даже то, что сказала Лиана, что врач должен овладевать новым только для того, чтобы как бы им должна рулить идея, что он должен уметь оказывать пациентам самые лучшие виды современной медицинской помощи. Это до тех пор, пока внутри у человека не появится, он в полной мере этим не воспользуется. Да, он будет вот и до, я согласен. Но это формалисты, которые на одном месте долго не будут задерживаться. Моё такое видение. Можно добавлю? Конечно. Правильно выбранный наставник – это неиспорченный будущий хороший врач, я скажу так. Почему? Потому что, что мы видим, когда учимся в институте? Нас обучают те, кто работает в основном в больших, крупных государственных учреждениях. И они передают своё видение. Потом мы стараемся начать работу в более таких клиниках частных, которые управляются. И все они управляются по-разному. Там, конечно же, есть лидер, там есть врач-наставник. Если мы возьмём Лиану Довидян, то понятное дело то, что в стоматологии существует имя Довидян. То есть и около этого кабинета, около этого кресла всегда находится много врачей, которые уже покинули клинику, стали успешными докторами, открывают своё дело. Но что они несут? Вот правильно вы сказали, как учитель первого класса, которого мы помним. Практически все, наверное, помним своего первого учителя. И вот здесь важно не ошибиться, потому что если сегодня для себя мы берём на работу специалиста, который взял неправильного наставника, то все грехи того наставника этот врач притащит к нам в клинику. Вот этот вот индивидуальный кабинет этого врача, индивидуальный инстаграм себя любимого с шашлыками, с алкоголем и ещё с чем-то. Ну, понимаете, да, о чём я говорю? Не называя людей именами, мы можем сказать то, что у нас две разные картинки подмена. Одни хотят так хорошо жить, а другие хотят так красиво работать. Позволь добавлю, этот феномен тоже я давно обратил внимание. Ещё, если честно, то точно скажу, что в 2003 году в моей израильской клинике был один доктор, который очень, вот прямо досконально пытался подражать во всём мне. Для меня это тогда не было самоцелью, это была его самоцель. Я оказался для него настолько в авторитете, невольно, правду говорю, что я лишь со временем заметил, как человек пытается мне подражать во всём. Вот там, начиная от того, как держит ручку, кончая тем, какие фразы использует в разговоре с пациентом. Ни хрена, ой, извините, ничего у этого человека не выходило от меня. Он делал всё то же самое, но у него результаты были намного хуже, они были смехотворные, они были олиповато. Одну секунду, Лиан. Чем кончилось? Этот человек психанул, создал своё направление, понял, что он тоже может быть наставником, он понял, что он всё делает точно так, он отказывался понимать свои промахи, всё, и мы очень быстро расстались с таким человеком. То есть подражание – это не результат наставничества. Алексей, ты в этом прав абсолютно. И когда мы запрашиваем, извини, Лиан, сейчас закончу, когда мы запрашиваем о сотруднике рекомендации из предыдущих мест работы, это реально важно. То есть мы должны посмотреть и понять, а кого мы берём к себе, что будет расшатано в ближайшие полгода в нашем коллективе благодаря этому человеку, или наоборот создано и привито, это важно. Да, Алексей совершенно прав, крайне важно смотреть, какие принципы может принести новый сотрудник в организацию. В продолжении того, что сказал Илья, я как раз добавлю тот список, что нужно, какими навыками нереметренными должен обладать доктор. Это самое умение за воплощением видеть глубину. Ведь то, как держит ручку Илья, кажется, что на самом деле тоже имеет какой-то смысл. Но этот смысл, он идёт из глубины. И просто взять и представить эту позу бессмысленно, нужно понимать, почему она. И это очень интересная такая мировозническая задача. Кстати, по поводу наставничества, у меня оно тоже есть такое направление, очень камерное. Так и называется моя группа наставничества. Так вот, самая основная задача – это научиться задавать вопрос, зачем, почему это происходит, на что это влияет, чем это обосновывается. Как только доктор, это, собственно, любой человек, но доктор в первую очередь, для себя это выделит как важный навык, который он должен освоить, который должен стать органичным в его жизни, он должен задавать себе вопрос, почему пациент раздражён и не доволен. Наоборот, почему он счастлив и доволен, почему происходит это, почему происходит то, почему, и, как видно, он держит ручку в правой руке, а ляду доведя на левой руке. Ну, условно говоря. И пытается понять глубину, пытается понять причину. Тогда только у него досваивается то, о чём и было критическое мышление, умение комплексно смотреть на ситуацию и так далее, и так далее. Тогда он сможет найти своё ядро, которое когда-то потом станет основой для будущего наставничества. Но в этот момент крайне важен из фигуры наставника. Он должен очень быстро распознавать вот этот суррогат и пресекать его максимально рано. То есть смысл... Алексей сказал, что мы не управляем сотрудниками. Можно, конечно, спорить с терминологией «мы управляем сотрудниками». Мы управляем взаимодействиями. Мы не можем управлять сотрудниками. Я просто свою точку зрения выскажу. Мы чаще всего, к сожалению, управление останавливается на этапе командования. Мы скомандовали, а не сделали. Управление более тонкой материи. Мы должны построить то самое взаимодействие, используя максимально лучшие качества нашего сотрудника, развивая эти лучшие качества и в хорошем смысле слова манипулируя им. Тогда пойдёт вот это развитие. И тогда вот в этом случае ты наставник у своих сотрудников. Я хочу задать уточняющий вопрос, правильно ли я поняла вас. Чтобы идеалом управления сделать управлять, не управляя, нужно правильно выбрать людей, которые соответствуют твоему ДНК, уже твоей ментальности как работодателю, как собственнику и как наставнику. Потому что если ты набираешь людей, то ты создаёшь свою собственную школу. Пусть это маленькая школа, но это всегда школа. И если она в твоей клинике есть, то ты успешен. А какие это люди? Они любопытные должны быть? И второе... А, ну вот ещё не всё. То есть они должны быть любопытные. Мне интересно, почему так, почему не по-другому. У них должно быть причинно-следственное мышление для того, чтобы не повторять чужие алгоритмы, а вырабатывать свои собственные. Ведь люди интересны те, кто не как бы делает компиляцию с кучей источников информации, а который достаёт ту или иную мысль со своей полки. И потому что она там лежит. И он её принял, он ей пользуется. И очень здорово, когда врач бывает способен к обучению, потому что бывают любопытные, но не способные. И если это так? Это так, безусловно. Есть разные комбинации качеств внутри тех людей, которые волей в суде могут оказаться в одном коллективе. Я тут недавно анализировал, я в общей сложности за свою практику провёл около полутора сотни интервью. По разным поводам. Это не обязательно в клинике, но этот опыт позволяет мне, не судить о том, чего основного не хватает в людях, которые пытаются соискать вместе рядом с тобой. Опять же, понятно, это, наверное, моя ценность, но думаю, что мне удалось это подметить, потому что это прям явление. Вот смотрите, приходит человек, начинается интервью, во-первых, сразу ты понимаешь, тебе хочется слушать дальше этого человека или нет. То есть это происходит на уровне, ну, видимо, психофизическом каком-то. Это спиной мозг начинает это чувствовать. С некоторыми может быть интересно продолжить разговор, просто из любопытства, как вы говорите, а с некоторыми, да, интересует личность. Причем мной всегда двигают непрофессиональные навыки в этот момент. О чем я хочу сказать? Все интервьюируемые, ну, 90%, во время интервью самостоятельно абсолютно не говорят о том, чем они могут быть полезны, что они хотят быть полезны. Они, как правило, сообщают свои хотелки, они показывают каким-то образом свои навыки. Они говорят о возможных претензиях финансовых, чтобы им хотелось разговаривать. Но никто сам, без наводящих вопросов или без намеков, явных или неявных, не говорит о том, что он хочет быть полезным. Он, ни от кого уж точно не звучит фраза, я думаю, что в вашем коллективе, доктор Фридман, там, допустим, это клиника, или по два, или рядом с вами, можно будет приносить больше пользы. Ни разу я этого не слышал. Вот ни разу. И это, и это явление. Так вот, ну, не ни разу, это неправда. Единицы говорят о том, что они хотят приносить пользу, и хотят, они думают, что они смогут больше реализоваться. Через собственный рост они смогут быть полезнее. Но те люди, которые быстро во время интервью понимают это, они, да, начинают говорить именно в этом ключе. Вот я всегда вокруг себя оставлял таких сообразительных. Ребята, вы поняли, что мне нужно? И абсолютно по барабану, чего вы сегодня можете делать руками. Мне нужно понимать степень вашего интеллекта, насколько вы интеллигентны, насколько вы любите людей, насколько вы считаете, что основная задача доктора это желание помогать, искреннее желание помогать. Вот если я это вижу в человеке, вот это избранный для меня. И вот это то, чему надо учить. И последнее по этому поводу хочу сказать, никогда ни одна учебная программа академическая, высшее образовательная не будет включать таких курсов. Никогда. Согласна с вами. И очень жаль. На ранней стадии происходил бы отбор по этому критерию, качество выпускников было бы значительно выше. В продолжение этой очень интересной темы я бы хотела добавить, что одно из важных качеств, которое крайне необходимо, это осознанность того, что ты делаешь и осознанность происходящего. И если попробовать, попытаться представить, вот она, отвечая на вопрос Нины по поводу коллектива и людей, которых мы собираем, дело в том, что да, они, конечно, должны так или иначе совпадать с тобой, со твоей шкалой ценностей и принципов жизненных, потому что иначе долго они с тобой в этой связке проработать не смогут. Но они не должны быть твоими клонами ни в коем случае. Потому что если мы представим, например, организацию, которую мы управляем, как некую мозаику, вот пазл, вот есть картина, она вся разбита на мелкие, разноразмерные кусочки. И смысл в том, что у каждого этого кусочка есть своя уникальность, но при этом они сделаны из одного материала, на них нанесена деталь одного общего рисунка, и они должны все сойтись. И когда мы собираем вокруг себя коллектив, мы собираем его идеально именно по этому принципу. То есть у нас сериал, общая база вот этих жизненных, глобальных принципов. У нас у каждого своя особенность, и эти особенности дополняют, усиливают, и в итоге формируют эту общую картину. И как только выпадают, что еще очень интересно, дело в том, что люди же тоже развиваются, они же не стоят на месте, кто-то деградирует, кто-то наоборот развивается, и периодически какая-то деталь этого пазла начинает сбоиться. И вот то самое искусство управления качеством, это умение руководителя предвосхищать эту ситуацию, считать на раннем этапе, и вовремя пытаться в это вмешаться, в том числе через институт настаивно. И вот эта мысль позволит нам перейти еще к одной теме, и я бы хотела спросить Алексея, вот на каком этапе собственники или управляющие, которым делегировано управление клиники, начинают понимать, что у нас есть проблема, и что-то с клиникой надо сделать, как это происходит в вашей практике? Вы знаете, на самом деле мне по более случаев приходится практически каждый день общаться либо с владельцами, либо с их успешными врачами, которые тянут эту клинику. И каждый день ты приходишь к одному, ну вот буквально сегодняшний утренний разговор, мне позвонил успешный врач, и говорит, да ничего не меняется, мы уже и это им говорили, все приходят, смотрят, у них там замечательные технологии, мы врачи, которые с именами идут на нас, то есть мои клиенты идут, то есть никакой рекламы нет, а нам полтора года обещают, сейчас мы сайт сделаем, сейчас мы вот это запустим, то есть в первую очередь нужно услышать, что происходит в какой-то ситуации и понять, какое развитие у этой клиники будет. Развитие два по сути своей, либо это масштабирование, как вот мы сегодня говорили, и приход про эйджинга, многопрофильных клиник, которые будут управляться командой управленческой, то есть менеджмент будет вот такой вот медицинский, которого пока нет, но он все-таки нарастет в ближайшее время, потому что люди с большими инвестициями начали скупать медицинский бизнес, это правда, то есть и они скупают что-то крупное холдинговое и дальше наращивают, наращивают, деньги есть, у них деньги есть, то есть это принцип Скандинавии, это принцип многих тех многопрофильных клиник, которые в это зашли, они конечно работают в большей степени в медицине. Если говорить про стоматологию, у стоматологии тоже есть сети и тому пример мы видим. Бьюти-бизнес, который в сегменте так сказать маникюров, педикюров, ну там просто удобно заходить, мало человека учить, быстро выстраивается. Все-таки эстетика пока на сегодняшний день в 90% остается как авторский бизнес того или другого владельца. Мы не видим тут слияний, мы не видим развития такой вот успешной сети. Ну и в стоматологии наверное мне Илья и Ильяна тоже поправят и скажут, что в большей степени все-таки остается вот вектор такой европейский и американский, когда все-таки клиника идет от доктора. Поэтому я считаю, что вот многопрофильность клиник она останется так скажем в том варианте, как она есть сегодня. С низким сервисом, с низким качеством и то, что можно быстро подкрутить там а те клиники, которые авторские, которые следят за сервисом, работают с непервичным потоком, постоянно гоним ценой, работают на результат, они конечно останутся, но они будут объединить. Чем они будут объедены? Ну, наверное, вот принципами саморегуляции либо еще что-то, потому что то, что показали нам полгода закрытых клиник эстетической медицины и частной стоматологии, вот, это говорит о том, что этим клиникам придется отстаивать свое место и показывать свой бизнес именно с той точки зрения, что, конечно, государство ничего не теряет, но те сотрудники, которые там работают, не защищены. Вот мое, примерно такое понимание. У нас с вами остается примерно пять минут до завершения нашей дискуссии, так быстро пролетело время, фантастично. Я только разговорился. да, да, ну да, нам с вами и суток не хватит, похоже. У меня есть несколько блиц вопросов к нам, потому что я смотрю то, что задают люди не только в нашем зале, но и в других, и вот первый короткий вопрос. Частная клиника в России отличается от частной клиники за рубежом? Если да, то в чем принципиальное отличие? Я могу начать этот ответ, поскольку я имею отношение и к зарубежной медицине и к российской. И тут и тут это частным образом. Я коротко. Отношения российских частных клиник намного более эмпатичны в общем своем, в общем своем, чем на Западе. Западом я называю весь прочий мир. Люди на Западе не ищут эмпатии от доктора, ищут скорейшего результата, то есть более прагматично, более рационально. Этому способствует вся система ведения жизни там. В России же все-таки ищут в том числе и эмпатию. Обусловлено это тем, что рынок частной медицины на Западе очень большое влияние на этот рынок имеет страхование здоровья. Я без расшифровывания, поскольку в России это находится в зачастном состоянии, то в большинстве случаев в частных клиниках нет никаких посредников между пациентами и врачами, и именно это подчеркивает необходимость межчеловеческих отношений больше, чем это есть на Западе. На Западе есть страховая компания, если что-то не так, иди туда и там качай свои права. Клиника лишь исполнитель. Это мой взгляд. Это может быть темой целой дискуссии. Давайте еще один вопрос, который может быть важным для слушателей сейчас в моменте. Четвертый квартал 2020 года и весь 2021 год. Как вы думаете, стагнация, снижение или рост рынка медицинских услуг эстетических и пограничных с эстетическими? Да? Нет? Что вы думаете? Депрогнозирование вещь совершенно неблагодарная, потому что единственное, что можно сказать, это можно какие-то сценарии. Например, если не придумают очередную волну, то будет один сценарий. Если ее придумают, то будет другой сценарий. В целом, я думаю, что на отложенном спросе, который сформировался из-за карантина, определенный всплеск и рост наблюдается и будет какое-то время наблюдаться. Дальше все зависит от общеэкономической ситуации. Если она продолжится в той тенденции, которую мы наблюдаем сегодня, то падение, достаточно планомерное и ощутимое падение дохода от населения, разумеется, приведет к стагнации. Если это скажем так, идет сокращение и идет пересмотр услуг на рынке эстетической медицины, которые востребованы, остаются самые острые. Я позволю себе ответить более нейтрально. Я уверен, что спада не будет. Смотри, спада не будет, но изменение структуры спроса будет сто процентов. Илья, давайте скажем так, что, во-первых, привычки поменялись, люди остались на удаленке и до Нового года большинство, часть компаний остается на удаленке, поэтому я, например, общаюсь с владельцами и вижу так, у них, если сетевые клиники, которые представлены и в центре больших крупных городов и спальных районах, начали работать сегодня лучшие те, которые находятся на окраинах, что не было никогда. Мы всегда называли большую часть замкадышами. замкадыши сегодня такую выручку делали. Я уверен, спада не будет. И ты сейчас как раз коснулся правильной вещи. Те, кто хочет, давно уже перетарифицировал и переформатировал свои работы. И сегодня все оптимизировалось лучше, чем было до этого. Отдельная тема, Нина, позовите. Отлично, отличное завершение нашей беседы. Коллеги, спасибо вам огромное. Лично мне было очень интересно с вами беседовать.